Когда-то на прилавках наших магазинов было всего два-три сорта сыра, а иногда и тех не было. Выбирали гурманы между каким-нибудь Костромскими, Голландским, а о таких названиях, как Камамбайр, Бри, Рокфор даже не слышали. Со смартфонами не все так плохо, но и здесь есть производители, которые в мире довольно популярны, а в нашей стране о них знают далеко не все. Буквально в прошлом году на украинский рынок вышла торговая марка Кулпат. Это бренд, который на гигантском китайском рынке занимает четвертое место, а несколько лет назад на мировом рынке вышел на седьмое. То есть буквально на пятки наступает таким известным в Украине производителям, как Apple, Lenovo, Samsung. И у меня в руках, наверное, один из самых ярких смартфонов Кулпат Torino S. Бывает, смотришь на человека и не можешь определить, сколько ему лет. А Torino S это смартфон, по которому сложно определить, сколько же он на самом деле стоит. По крайней мере, с моим золотым вариантом все именно так. В меру эффектное, но не олиповатое цветовое решение, немного выпуклый, как будто объемный дисплей. Сегодня это тренд. Ну и сканер отпечатков пальцев. Все это можно найти в современных флагманах за 500, 600. А вот и нет, эта крошка стоит всего 150 долларов. И смотря на привлекательный ценник, смартфон укомплектован по-богатому. В белой коробочке, помимо привычных зарядки кабеля и гарнитуры, нашелся силиконовый чехол. На моей памяти это первый случай такой щедрости. Обычно как максимум в коробке находишь пленку на экран, а некоторые особо экономные производители даже наушники перестали класть. Корпус довольно тонкий, изящный и легкий. Матовое покрытие не собирает отпечатки пальцев, а за счет монолитной конструкции корпус кажется довольно прочным. С портами и разъемами полный фарш. Кроме обычного микро-USB и гнезда для наушников, на верхней грани корпуса притаилась окошко инфракрасного порта. С его помощью смартфон можно превратить в универсальный пульт управления домашней техникой, кондиционерами, телевизорами и прочим. Еще один приятный бонус FM-радио, которое почему-то в современных смартфонах стало редкостью. А зря, очень удобная штука. Размеры смартфона средние, он не очень большой, но и не очень маленький. Важно, что к любой кнопке и любой точке на экране пользователь может дотянуться пальцами одной руки. Сбоку находится выдвижной контейнер с двумя слотами microSIM и nanoSIM. В один из слотов можно установить карту памяти объемом до 32 гигабайт. В принципе, будет хорошее дополнение ко встроенным 16. Дисплей выполнен на базе IPS-матрицы и имеет разрешение 1280 на 720. При диагонали 4,7 дюйма такое разрешение в самый раз. Full HD-матрица повысила бы нагрузку на аккумулятор и процессор. Но не факт, что экран при этом воспринимался бы кардинально по-другому. Цвета сочные и красочные, углы обзора широкие. На солнце дисплей сохраняет читаемость, хотя и не так хорошо передает цвет. Сердцем Coolpad Torino S стал 64-битный процессор Qualcomm Snapdragon 410 с двумя гигабайтами оперативной памяти. Объективно это хороший середнячок. Рекордом не поставит, но и неприятных сюрпризов не преподнесет. Играть в игры на таком смартфоне можно и нужно. Все современные, достаточно прожорливые игрушки, которые я запускала, работают без проблем. Меню тоже не тормозит, в том числе после загрузки нескольких десятков приложений. Из 16 гигабайт встроенной памяти пользователю доступно около 10. Так что советую сразу вставить карточку на 32 и ни в чем себе не отказывать. В качестве операционки используется Android 5.1 с фирменной оболочкой CoolUI 8.0. Она достаточно гибкая по части настроек, можно использовать на экране различные виджеты, группировать приложения по папкам. В общем, все необходимое. Основная 8-мегапиксельная камера очень достойная за такую цену. Диафрагма 2.0 делает камеру вполне приемлемой в условиях недостаточного освещения. Есть автофокус, работа которого мне особо понравилась в макро-режиме. В таких сценах камера очень красиво размывает задний фон, при этом объект съемки остается очень четким. Наверное, было бы наивно ожидать от такого тонкого легкого смартфона, как Турин ОС, впечатляющей автономности. Тем более, емкость аккумулятора здесь 1800 пилиампер. Не так много. Но энергоэффективный процессор и экран сделали свое дело. Смартфон работает в автономном режиме от суток до полутора при среднеинтенсивном использовании. То есть не хуже большинства современных смартфонов и даже лучше, чем многие конкуренты. Кулпад Турин ОС можно рекомендовать тем, кто хочет за минимальную цену получить максимум возможностей плюс хороший дизайн. Несмотря на то, что в этом ценовом сегменте предложений хоть отбавляй, реальных конкурентов не так уж много. Нередко это продукция безымянных брендов, а значит, проблема с гарантией и ремонтом. В случае с Кулпад, кроме хорошего соотношения цена-качество, покупатель может рассчитывать на хорошую сервисную поддержку. Ну а тот, кто досмотрел это видео до конца, может рассчитывать на свежие обзоры новых смартфонов. Главное подписаться на канал, просто нажать вот здесь, ну и поставить лайк, если вам понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok